всем привет меня зовут ольга и хочу начать записывать для вас очередное свое видео о готовых работах за месяц и начну я вот с такого комбинезона плюшевого как вы уже знаете многие я не снимаю видео за один раз такого плана так как эти вещи быстро отправляются по почте заказчиком и я просто не успеваю собрать большую кучку и просто их снимаю по мере их готовности и отправки и сегодня хочу вот такой комбинезон вам показать я его уже показывала в готовых работах но он был без пуговиц без помпона вот в таком виде так как я давала право выбора заказчикам которые купят его из наличия и вот такой я уже пришила его купили и попросили вот такие белые пуговицы и белый помпон пап он здесь идет искусственный но ничем не хуже натурального тоже очень красивый пушистый у меня есть видео о том где я закупаю всегда помпон и достаточно бюджетно и если вам это нужно и интересно я оставлю ссылочку пройдите посмотрите это видео я там даю ссылку на продавца и хотела я показать вам то что я его все-таки закончила этот комбинезон и к нему попросили связать вот такие пинеточки в цвет тоже из плюшевый пряжи вот такие симпатичные топтушки шапочку не просили шапочка остается у меня у меня это лежать не будет это все равно пойдет в другой какой-то комплект поэтому вот так таким составом он отправляется в московскую область и я очень рада что он продался все-таки желтый цвет тоже имеет место быть и такой универсальный цвет подходит и девочки мальчику и и особенно тем кто не уверен кто родится какого пола так как узи бывают и немножко ошибаются поэтому очень удобно выбрать вот такой цвет пряжа это ализе софти в 50 граммах 115 метров рекомендованные спицы 35 я вязала в 3 нити спицами номер 7 размер это 68 вот такой уже на на чуть-чуть подросшего малыша это 68 размер это 36 месяцев и все я подробно не буду на нем останавливаться так как я его уже показывала и скоро на канал я уже отсняла мастер-класс по такому комбинезону на 0 3 месяца на 62 размер и он скоро выйдет если еще не вышел возможно он даже уже вышел если вышел я тоже оставлю ссылку под видео в закрепленных комментариях и все мы сейчас с вами вместе его упакуем и он отправится на почту вот такие у меня идут пакеты склейкой ленты я их тоже закупала у меня их много закупала я на оптовом сайте плюшевые комбинезоны конечно очень проблематично упаковать так как они очень такие воздушные и Продолжение следует... И все, вот в таком виде отправляется на почту. И следующая моя готовая работа, это вот такие плюшевые штаны. Даже это, можно сказать, что это полукомбинезон. На вот таких лямках очень удобно, чтобы ничего не сползало с ребенка, а хорошо было закреплено вот такими лямками. И как бы он не вертелся, штанишки с него не сползут. Связала я его из пряжи в софте. Вот такой моточек у меня остался. Это Ализе Софти. Цвет такой, как какао с молоком. Только светлый-светлый. Номер цвета 310. В 50 граммах 115 метров. И состав 100% микрополиэстер. Вязала я в две нити спицами номер 5,5. А вот на этой резинке на груди перешла я на 4,5 спицы. Здесь у меня на каждой лямке по две пуговицы. Это не обманки. Оба они расстегиваются. Вот так. И для чего это сделано? Для того, чтобы можно было регулировать длину вот такой лямки. То есть сейчас она застегнута на две. Если лямки, например, ребеночку берут на вырост, то чтобы лямки были покороче, их нужно застегнуть вот таким образом. На одну. И лямка становится короче. Если ребенок уже подрос, то наоборот. Застегиваем на последнее отверстие и на последнюю пуговку. Таким образом у нас подрастет. Вот так лямка. Тоже для возможности расти ребенку сделаны вот такие отвороты. Поэтому отвороты развернутся, лямочки удлинятся и штанишки можно будет проносить еще хотя бы месяц, это точно. На спинке они вот так вот соединены, чтобы не было здесь такое перекрещивание, например, как иногда делают. Вот так перекрещивают, но здесь получается слишком толстый бугор. Для чего перекрещивают? Чтобы лямки не падали с плечей ребенка. У меня здесь вот такое есть соединение. Они не падают и нет бугра на спинке, так как детки чаще всего лежат в коляске, например, или облокачиваются. Но это тоже не очень комфортно. Штанишки эти я связала специально таким цветом, таким фасоном под нашу курточку, которую я показывала в прошлых готовых работах. Сиреневая курточка таким лиловым цветом, тоже из софти. Вот такая курточка. Надеюсь, вы помните и смотрели прошлый выпуск готовых работ. Если нет, то я оставлю ссылку. Проходите, посмотрите. Вот штанишки под такую курточку. Вот так я немного постаралась вам уместить в кадр этот костюм. К сожалению, полностью не вмещается. Но я думаю, вы можете представить себе, как он выглядит интересно. Я вставлю фотографию, которую я буду размещать в инстаграм у себя. И я вставлю эту фотографию здесь в видео. И вы посмотрите полностью, как он выглядит. И так как под прошлым видео с готовыми работами было очень много просьб. И по поводу мастер-класса вот такой курточки я связала к ним штанишки. И все-таки я планирую отснять хотя бы на курточку мастер-класс. И посмотрим, если нужно будет для вас, я и сниму на такие штанишки. Хотя примерно такие же штаны мы уже с вами вязали из зимней премьеры. У меня уже есть такой мастер-класс. И вы сможете хотя бы из шерсти к этой курточке связать такой вот полукомбинезон. Но если нужно из софти, я отсниму из софти. И очень вам благодарна за обратную связь, за то, что вы мне отвечаете в комментариях. Это очень ценно. И я благодаря вашим комментариям я понимаю, куда мне дальше двигаться, какие видео снимать, что вам больше интересно, какие мастер-классы, какие модели. Поэтому абсолютно точно вы можете быть уверенным, что мне необходима ваша обратная связь для того, чтобы я могла снимать действительно нужные видео и нужные мастер-классы. И костюмчик отправляется ко мне ожидать своего покупателя. Этот костюм будет выставлен на продажу как вещь в наличии. И я иду дальше снимать для вас видео и дальше вязать. Следующая готовая работа у меня это вот такой комбинезон. Это плюшевая пряжа. Наконец-таки я... Дошли у меня руки отснять мастер-класс по такой модели. И мастер-класс сегодня вышел. Ну, на тот день, когда я снимаю сейчас это видео, сегодня вышел этот мастер-класс. И я очень рада, что девчонки его ждали и писали мне тоже приятные слова. Я очень рада, что смогла вам угодить и сняла для вас вот такой мастер-класс. И хочу немножечко про него рассказать. Вязала я его из той же самой пряжи Alize Softy. Номер цвета это 617. Вот такой интересный цвет. Это кофе с молоком, но такой уже потемнее, чем штанишки. Я вязала на лямках. Очень интересный цвет. Для мальчика идеальный вариант. Тем более я здесь сделала ушки. Уже после мастер-класса я все-таки решила его оформить как в стиле мишки и сделала вот такие ушки. И цвет идеально подходит для такого стиля. Вяжется он в 3 нити, спицами номер 7. Очень легкий вариант. И у меня там спрашивали, легкий ли он на вес. Девчонки, это очень легко посчитать. У меня ушло 12 мотков по 50 грамм. И сами можете представить, даже взять предмет таким весом и примерно представить в руках, каким он весом. Он совершенно не тяжелый получается. Легкий. И, кстати, даже легче, чем из шерсти. Вот, к примеру, знаю, был популярный мастер-класс связанный. Такой же костюм, но из бэби вула в 3 нити или в 4. И я каким-то образом умудрилась попробовать связать. И хочу вам сказать, что он получился невозможно каким-то тяжелым. Да, в этой пряже очень красивые цвета, детские все, но он получается очень тяжелый, как будто бы он мокрый. Ну, сами знаете, да, когда вещь намокает, она становится тяжелая. И вот такой эффект был у меня достаточно неприятный. Он очень много весил и получается очень тугая такая вязка. Поэтому сравнить мне, конечно же, есть с чем. И хочу вас точно уверить, то, что он получается очень даже легкий. И одна женщина мне написала в комментариях, еще когда была только выставлена премьера за несколько дней до публикации, и написала, такое недовольно гневное сообщение, что она не понимает довольных комментариев по поводу моего мастер-класса, что они так долго ждали всем. И она не понимает, почему, что таких моделей уже давно много мастер-классов, а вы ждали мой. И вот поэтому я хочу объяснить, то, что все мастера вяжут по-разному. Все выбирают разную пряжу. Для кого-то одна пряжа легкая, для кого-то она тяжелая. Модель одна и та же, но вяжут все по-другому. Многие не вывязывают ластовицу, многие не вывязывают проймы, многие не делают силуэт, к примеру, как здесь делаю я силуэт, чтобы бедра были шире, чем объем груди. это уже идет анатомическая посадка, и он даже на вид выглядит совершенно более гармонично, чем вот такое все прямое, и когда нету, например, прибавок на штанинах, когда нету ластовицы, когда нету силуэта у вещи, она смотрится угластой, и что уж говорить о том, как он будет сидеть на ребенке, поэтому я не хочу никого обидеть ни в коем случае, все вяжут по-разному на свой вкус, и у меня есть девочки, которые хотят именно такую модель, как вяжу я, и дело здесь не в одинаковости модели, а дело здесь в том, что провязываю я абсолютно по-другому, я стараюсь делать такие вещи, которые в первую очередь будут максимально удобны и комфортны малышу, поэтому многие девочки, зная это, ждут именно мой мастер-класс, и я считаю это не совсем корректно, и по отношению к мастеру, и по отношению к зрителям высказывать такие резкие, такое резкое мнение, и при этом еще и как бы извиниться, но это совсем некрасиво, поэтому те, кто будут, будет стараться обижать меня, обижать моего зрителя, то они просто будут уходить в блокировку, и я даже не буду на такие сообщения отвечать. я пришила здесь вот такие пуговицы, достаточно интересный у них такой вид фасон, здесь на капюшоне тоже такая пуговичка, она служит как украшение, и как запасная пуговица, когда из вот этих трех основных, например, если потеряется, то отсюда можно будет ее с капюшона снять, и пришить сюда, и она никогда не потеряется, и будет всегда на виду с вами рядом. Здесь, как обычно, я сделала отвороты на штанинах, на рукавах, и довязала еще вот такие пинеточки. Пинетки идут с отворотом, очень даже удобно для малышей, когда можно отвернуть и надеть пинеточек повыше, например, как вот под комбинезон, так как здесь тоже идет отворот, и если отворот на отворот надевать, то будет слишком толсто, поэтому можно просто его отвернуть, и получается он как сидит как гольфик, и к тому же это будет дополнительное тепло до колена. вот такие симпатичные пинеточки. И также в комплект у меня связалась вот такая шапочка, узор идет вот такой интересный, здесь коса 3х3, и вот такая полосочка тоже можно сказать, что это жгут 1х1. Вот так смотрится интересно. Шапочка на отвороте, здесь довязаны ушки, и крючком вот такие связались завязки. С тыльной части тоже самое идет, тоже отворот. Подклада здесь нету, в роли подклада здесь достаточно плотный рисунок, будет теплый, ну и комплект, естественно, он не зимний, а осенний, весенний, поэтому подклада здесь нет. Также здесь идет вот такой помпон, это натуральный енот, очень красиво смотрится, и нашивочка. Такая хендмейт, в переводе это ручная работа. И честно сказать, мне вот этот комплект очень даже понравился, такое сочетание приятное, получилось расцветок, и в общем все это смотрится достаточно симпатично для мальчика, так вообще отличный вариант. И следующая моя готовая работа, это вот такой интересный комплект для девочки, вот он связался прям именно девочковый-девочковый, так как здесь розовый цвет, все с вышивкой, с цветами, с бусинками под жемчуг, и связан прям для принцессы. Этот комплект я связала в наличии, тоже на продажу, так как сейчас весна, и пора уже одеваться в весеннее во все, во все красивое, яркое, и гнать уже плохую погоду, и ждать солнышко. И вот такая идет шапочка. Здесь вышиты цветы, цветы я вышивала тоже пряжей, такую вышивку можно посмотреть в мастер-классе в третьей части, который мастер-класс был у меня самый первый на канале, я оставлю ссылку именно на третью части, где мы делаем вот такие розочки, если вам они понравились, то пожалуйста посмотрите видео, и может быть у вас тоже получится, если вы захотите себе такие. Здесь я добавила такие две бусинки под жемчуг, и очень красиво смотрятся. Здесь я добавила еще ушки, так как я не стала делать сюда помпон, помпон, уже на капюшоне, и я сделала сюда вот такие кошачьи ушки, достаточно, они получились симпатичные, такие вот с кончиками, здесь идет тоже отворот, ушки, чтобы было тепло, и чтобы они в щечки не врезались, вот эти завязки, здесь я сделала такие ушки, ну и сами завязки, конечно же, шапочку я и пинетки вязала из пряжи от пихорки зимняя премьера, все вы прекрасно ее знаете, это, конечно, уже другой цвет, но я все-таки покажу, прошу прощения, что у меня в таком состоянии моток, вот такая пряжа, пихорка зимняя премьера, я о ней уже много раз рассказывала, 150 метров в 100 граммах, 50% мериносовая шерсть, 50% высокобъемный акрил, номер цвета я уже не вспомню, так как это был остаточный моток, и этикетку я уже давно выбросила, но я напишу здесь в видео, подпишу, какой номер цвета, дальше в комплект идут вот такие пинетки, тоже здесь я сделала вышивку такую же как на шапочке, тоже вот так вот интересно она выглядит, они идут с отворотами, и завязочки здесь есть, чтобы не спадали с ножек, связаны они здесь платочной вязкой, здесь резинка один на один, вязала я номером 4, чтобы они были потуже, поплотнее, и такие пинеточки вы сможете связать тоже по мастер-классу, который у меня есть на канале, очень подробные, понятные, поэтому я оставлю ссылку, переходите, если вам понравилось, и тоже вяжите, также можете потом сделать вот такую вышивку, как и на шапочку, я оставлю ссылку, и сам комбинезон, комбинезон связан из розового цвета, софте, номер цвета, я тоже подпишу, уже я не помню, и у меня не осталось моточков, этикеток, здесь у меня идут, как обычно, отвороты на рукавах, на штанинах, здесь пришита тоже пуговица для того, чтобы здесь были запасные, если здесь потеряется, отсюда можно взять и пришить, очень это удобно, чтобы дополнительные какие-то не вкладывать мешочки с запасными пуговицами, очень удобно, в общем, помпон у меня идет искусственный, белого цвета, тоже такой крупный, и под цвет моих пуговиц, поближе покажу пуговицы, вот такие интересные, я отправляюсь дальше вязать, надеюсь, вам тоже понравились мои работы, особенно вот такая вышивка, которая, наверное, всегда пользовалась у меня популярностью, и, конечно же, она всегда украсит вещи для девочки, и смотрится очень красиво и необычно. К этому комплекту у меня еще был связан плед, я вам показывала его в прошлых готовых работах, поэтому сейчас я не буду сюда его докладывать, так как в кадр он все равно не влезет, и вы можете посмотреть в прошлом выпуске о готовых работах, там он есть, и я думаю, скоро я добавлю в инстаграм вот такую фотографию на продажу, и вы тоже можете посмотреть, как же он выглядит вот в таком комплекте. И следующая моя готовая работа это вот такой свитерок на размер 92, этот размер идет от двух лет и выше, так как у нас здесь еще есть отвороты, он прослужит конечно с расчетом примерно до трех лет. Свитерок очень мягенький, в составе есть махер, поэтому он такой немного слегка пушистенький, поэтому свитерку сразу скажу, что есть экспресс мастер-класс, который уже вышел на канал, ссылку я оставлю под видео и в закрепленном комментарии, поэтому долго в объяснениях я не буду останавливаться, если что-то нужно вам по сантиметрам, по петлям, что как где я вязала, пожалуйста, вы можете посмотреть в экспресс мастер-классе. Вязала я его спицами номер 6 в 3 нити пряжей ангоры рам от yarnart. Номер цвета у меня 30-42. Так, здесь кстати даже есть обозначение на размер с 400 грамм, м 500 грамм, л 600 грамм. У меня ушло два с половиной моточка, это 250 грамм на такой размер. Рекомендуемые спицы это 4,6. Как раз я на шестых и вязала. Но только я вязала в 3 нити. ниточка достаточно экономичная, так как сами вы понимаете на 2 года, 2-3 года размер и у меня всего ушло 2,5 моточка, то есть 250 грамм это очень даже экономно, так как в 100 граммах здесь 500 метров, очень такой выгодный метраж. Ниточка тоненькая, достаточно мягкая, пушистая, очень приятная. Полотно получается не грубое, не толстое, а воздушное такое очень приятное, очень мне нравится. И здесь у меня вот такие интересные узоры. Я пустила здесь жгуты, косы, шишечки, такую большую одну косу. Внизу у меня идет резинка один на один. И полностью он связан на спинке, на лицевую сторону связан изнаночной гладью. Специально, чтобы изнутри была лицевая гладь, чтобы он был максимально мягеньким. Также, чтобы ребеночку ничего не давило, не натирало, я сшила швами наружу. Он у меня идет сшивной. И вот такие получились швы наружу. И они даже очень хорошо сочетаются с рисунком. Зато изнутри нету никаких швов. Это очень удобно и комфортно. Я всегда стараюсь вязать такие вещи, чтобы они были максимально комфортны малышу. Так, состав пряжи я, по-моему, не сказала. 60% акрил, 40% мохер. Производство Турция. Вот такая пряжа. Такой свитурок у меня будет на продажу. И девочки, многие спрашивают, как они могут приобрести у меня вещи. Вы можете приобрести вещи у меня, зайдя ко мне в инстаграм, написать мне там. Или по этому видео, например, когда я говорю, что эта вещь идет в наличии у меня на продажу и естественно автоматически вы можете и купить, если вам она понравилась. Как вот этот свитер. Вы можете мне написать на электронную почту, если у вас нет инстаграма. Почта электронная моя указана под видео и в закрепленном комментарии. Вы мне можете написать, я вам отправлю дополнительные фотографии, цену и все, что вы пожелаете. И могу также отправить все вещи, которые у меня есть в наличии, вы можете выбрать. Ну, это такое небольшое отступление, так как девочки спрашивают и я как бы просто должна была ответить, чтобы дальше из готовых работ вот такой идет свитерок. Свитер на взрослого человека. Я его вязала для мамы и все-таки решила тоже вам в этом видео показать, так как это, как ни крути, это все-таки готовая работа, которая у меня заняла примерно неделю. В таком ускоренном темпе я ее вязала, даже не 7 дней, а где-то даже я, честно сказать, не считала, ну, примерно недели, дней 5 у меня ушло на это все вместе со стиркой. Размер это 54-56. Вязала я ориентируюсь, конечно, на особенности фигуры моей мамы, поэтому он может выглядеть немного большеватым, но такое было пожелание. Здесь у меня на подоле идет резинка 2 на 2. Я ее не вязала специально меньшим размером спиц, чтобы она просто такую декоративную функцию выполняла и все. Свитер у меня без каких-либо узоров, просто связан лицевой гладью. Так как это просто базовый свитер, который одевать можно было бы под куртку, под пальто зимой, весной под жилетку и особо здесь никаких узоров не требовалось. Вот такая идет здесь горловина. Также я ее обработала ложной кетлевкой. Здесь вот так все аккуратненько у меня выглядит и обработала резинкой 2 на 2. Здесь у меня такая есть нашивочка хендмейт. И здесь вот такое идет углубление. Все как положено. Здесь тоже есть небольшое, чтобы было комфортно. Плечи у меня идут вот с таким скосом. Специально чтобы у меня не топырило сильно здесь на плече. Так как такая особенность фигуры, что плечи не острые, а такие сглаженные. Поэтому я и свитер сделала такой. Рукавчики тоже идут. Шов здесь плечо спущенное, поэтому рукава немного такие укороченные, так как часть рукава уходит все-таки вот сюда в плечо. Вот эта часть уже уходит в рукав. вот так ровненько я его сделала. Приходилось мне конечно его и перевязывать один раз, так как он получился у меня здесь немножко узковатый, я добавила здесь петелек, примерно 4 петли здесь и 4 петли здесь прибавочки я сделала и он у меня вышел как положено и все хорошо выглядит. Вязал я его из пряжи ализе ангора реал 40 плюс номер цвета цвет кстати очень красивый дымчатый лиловый цвет такой очень очень мне понравился он вроде бы и не детский не яркий но и не темный не тусклый номер цвета 365 в 100 граммах 225 метров и рекомендуемые спицы 4 5 я вязала на пятых спицах вполне получилось такое хорошее полотно и не грубое тугое и не совсем расхлябанная и состав здесь 60% акрил 40 шерсть вот такая интересная пряжа мы кстати ее с вами тестировали в прошлых видео где у меня была закупка посылка из интернет магазина там я подробно тестировала эту пряжу вязала образец стирала его замеряла и поэтому тоже оставлю ссылочку если кому-то интересно посмотреть кто не связывался еще с такой пряжей поэтому пройдите посмотрите если вам интересно пряжа достойная хоть и сначала кажется что такая немножко грубоватая но нет после стирки и в полотне она намного мягче вот и дальше что у меня было связано это вот такая вот кофточка очень такая симпатичная цветастая с вышивкой очень очень для девочки самый красивый такой наряд костюм к этой кофточке связан еще такой полукомбинезон штаны на лямках тоже с вышивкой и сейчас я вам все покажу вот так он выглядит изнутри тоже полностью платочной вязкой связан вот так выглядит вышивка изнутри все хорошо аккуратно ничего не торчит не врезается ребенку он толстенький достаточно такой теплый и получается как такая курточка я бы даже не сказала что это кофта больше похожа по толщине на курточку но несмотря на то что она такая толстенькая она очень мягкая эластичная и не грубая здесь у меня идут отвороты тоже это все на вырост такой воротник с точкой очень хорошо закрывает шейку прям до самых ушек пуговички здесь у меня деревянные с надписью handmade вот такая ручная вышивка такой интересный и еще хочу сказать по вот такой кофточке у меня есть подробный мастер-класс подробный по петельной справится даже новичок поэтому тоже оставлю ссылку проходите он вышел в двух частях этот мастер-класс проходите и тоже с удовольствием вяжите и балуйте своих родных и близких и вот к этой кофточке у меня еще были связаны штанишки как бы их показать чтобы они влезли в кадр вот такие такой комбинезон идет на лямках здесь на спинке лямки вот так соединены чтобы они не падали не приходилось их вот так скрещивать и делать такую на спине толстую бугор такой толстый я их просто соединила здесь две пуговицы для того чтобы была возможность удлинить эти лямки здесь вывезена у меня ластовица все для комфорта конечно и вот такая вышивка тоже такая как на кофточке сочетается очень красиво очень нежно и я постараюсь не забыть вставить фотографию сюда в видео чтобы вы посмотрели как на самом деле выглядит и цвет так как он не передает настоящий цвет сейчас здесь цвет на камере уходит немножко фиолетовый ну это прям очень нежный такой розовый цвет и к бежевому он очень хорошо красиво подходит моточков к сожалению у меня уже не осталось тех из которых я вязала но расскажу так вязала я из пряжи софти от ализе в две нити спицами конечно же я уже не помню какими но все вы можете посмотреть в мастер-классе вот по такой кофте вся полностью информация там есть вот по такой кофте по спицам по количеству пряжи номер цвета вот такой и номер цвета по штанишкам я подпишу когда буду монтировать внимание на экран и то что я всегда забываю отметить даже в каких-то там мастер-классах в любых своих видео я подписываю на экран эту информацию вот такой симпатичный костюм этот костюм тоже в наличии тоже у меня выставлен на продажу и если кому-то он заинтересовал то пишите на электронную почту обязательно и я вам все расскажу и пришлю дополнительные фотографии цены вот такой у меня был симпатичный костюм очень-очень мне он понравился это забыла самое главное сказать это размер 74 на 6-9 месяцев и вот на такой цветочной ноте я хочу закончить это видео и начать снимать для вас следующие готовые работы как вы знаете я их снимаю по мере готовности и отправки то есть я не сажусь снимать полностью видео за один раз у меня так не получается поэтому я в процессе месяца или двух подключаюсь и снимаю и сразу же отправляю у меня вещи как бы мало хранятся поэтому возможность есть только так вот снимать и то в прошлом месяце я не выставляла такое видео готовых работах так как я занималась съемкой мастер-классов у меня вышло несколько мастер-классов бесплатных и платных наконец-так я выпустила свой платный мастер-класс кофта с карманами поэтому работ не так много и я немножко задержалась с этим видео и примерно у меня вот эти готовые вещи собрались около двух месяцев ну постараюсь я снимать такие видео почаще побольше вязать и баловать вам вас почаще такой красотой и все на этом я хочу закончить это видео всем до свидания и до новых видео